Здравствуйте! Тема сегодняшней лекции – переработка отходов производства вина. Сегодня мы рассмотрим виноделие в Казахстане, штаммы-продуценты гидролитических ферментов, эксперименты по извлечению и идентификации эсфератрола. Если говорить про Казахстан, нужно сказать, что он обладает огромными земельными ресурсами с достаточно хорошим биохимическим составом почвы, благоприятным климатом, особенно в нашем южном регионе. Все это в целом дает возможность все шансы Казахстану стать одним из ведущих стран в мире в области виноградарства и виноделия. В Южном Казахстане выращивается 70% всего винограда и с каждым годом площади увеличивается. В Туркестанской области уже действуют заводы по производству виноматериала и вина. Процесс производства вина начинается со сбора урожая. Во время ручного сбора грозди винограда срезают целиком, что позволяет замедлить процесс скисания винограда при производстве вина. Машинный сбор может быть осуществлен далеко не на каждом винограднике, так как расстояние между лозами должно быть достаточно большим. Транспортировка ягод на винодельник – это второй этап производства вина. Чем жарче климат винодельческого региона, тем быстрее виноград нужно собрать и доставить к месту производства. Сортировка винограда, или как называют тренаж, проводят в тех случаях, когда целью винограда является создание высококачественного вина, для производства которого используют только наиболее здоровые, зрелые ягоды винограда. Этап дробления всегда сопутствует принятию виноделам решения о том, стоит ли отделять гребни от самих ягод. Это зависит от стиля вина и от исходного количества танинов. Если танинов достаточно, гребни отделяют, если нет, то оставляют. Целые неповрежденные грозы винограда помещают в емкости таким образом, что под верхним слоем ягоды, находившиеся ниже, лопались и давали соки, начинали бродить. Деятельность винных заводов сопряжена с образованием виноградных выжимок, которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве корма для крупно-рогатого скота, приготовления виноградного уксуса, в производстве спирта, при приготовлении питательных средств для выращивания винодрожжей. Однако такое использование не всегда целесообразно, и с учетом уникального биохимического состава виноградных выжимок нужно наобходить другие пути его использования. Это, прежде всего, возможность извлечения из нее различных биологически активных веществ. При переработке виноматериала для ферментативной мацерации плодово-ягодных сырья еще в 60-х годов нашего столетия на винозаводе Ясык, это находится в Подалматинской области, уже начали использовать ферментативные препараты. Это дало хорошую основу для развития виноделия. Наверняка все знают, что ферменты играют исключительно важную роль в процессах, связанных с разрушением клеточной стенки. Что это нам дает? Высвобождение, прежде всего, внутреннего содержания, которое особенно важно при производстве сока и вин. Однако же, к сожалению, из-за отсутствия промышленного производства ферментных препаратов в Казахстане, широко используются лишь импортные, а для полноценного развития производства энзимных препаратов, конечно же, необходимо высокоэффективное биотехнология. Штаммы-продуценты гидролитических ферментов. Наиболее часто используемые промышленные штаммы-продуценты пектеназ относятся к роду аспирилус. На рисунке они имеются, их фото и рисунок. Данный род синтезирует широкий спектр гидролитических ферментов, которые обеспечивают эффективную деструкцию полимеров растительного сырья. Это позволяет, в свою очередь, экстрагировать из выжима винограда биологические активные соединения. Штамм аспирилуса аомори F РКМ 0719 выделен сотрудниками кафедры биотехнологии Южно-Казахстанского университета. В данном случае он депонирован в республиканской коллекции микроорганизмов Комитета науки Министерства образования. Ферментативная активность этого штамма достаточно высокая. Так пектиназная 1,65. Это максимальная единиц на миллилитр. И наиболее низкая, он показал пектин эстеразную 0,52. Однако в целом можно говорить про этот штамм как высокоэффективный штамм с точки зрения ферментации. Ресвератрол. Кожица многих фруктов имеет свой определенный цвет. Это за счет полифенолов. Так кожица определенных сортов винограда содержит от 50 до 100 микрограммов ресвератрола на грамм сухого веса. В красном вине обнаружен ресвератрол в количестве 0,2 до 7 миллиграммов на литр. Это в зависимости от сорта винограда. Нужно сказать, что во многих западных странах, это Европа, Италия, Испания, Франция, это страны с высоким уровнем долгожителей. И среди многочисленных позитивных эффектов ресвератрола, это прежде всего нормализация клеточного обмена, усиление транспорта кислорода, регулирование как жирового обмена, так и углеводного обмена, укрепление сосудистой стенки, снижение ее проницаемости. Кроме того, противовоспалители, противораковые, сосудорасширяющие действия. То есть необходимо сказать, что как вино, так и сам виноград является довольно продуктом с хорошими лечебно-профилактическими свойствами. Нами проведены опыты по излечению ресвератрола. Исследования, проведенные на модельных объектах, доказали лечебное воздействие ресвератрола. Однако действие его всегда ограничивается из-за биодоступности. То есть клеточная стенка всегда как бы препятствует выходу ресвератрола. Они находятся в постоянном состоянии химической связи. И при этом установлено, что наибольшая массовая концентрация фенольных и красящихся веществ досекается при сахаристости 180-200 грамм на дециметров кубе в течение всего периода созревания. Причем наиболее перспективно для выделения ресвератрола нами установлен сорт Каберне Саваньон. Так как наибольшая массовая концентрация фенольных и красящихся веществ установлена именно в ягодах этого сорта. Опыты по излечению проводили в трех комбинациях. Использовали сам штамм Аспергилосаамури ФРКМ0719, также ферментный препарат пиктенол и контрольный, с использованием только химических реагентов. Вот на данном рисунке оранжевая линия, она показывает использование пиктенола ФРМК0719. По сравнению с контрольным, без учета, без использования всех других ингредиентов, только химические реагенты, намного ниже. И вот голубая линия, это показывает использование самой культуры. То есть в начальном этапе происходит как бы ее адаптация, а потом и логарифмическая фаза, ее увеличение и дальнейшем стационарная фаза. Детектирование ресвератрола при ВЖХ исследовали и проводили при длине волны 307 нанометров. Время удерживания 8,3 минуты. Содержание ресвератрола из виноградных выжимок 0,14 мг на грамм. То есть показывает, что наш виноград содержит достаточное количество ресвератрола, которое можно в дальнейшем использовать как биологически активные вещества в виде БАФ или БАТ. Эксперименты по экстрагенеру ресвератрола проводили при разных температурах. При этом использовали температуру, увеличивали от 20 до 35 градусов. Показывали положительное воздействие, повышение температуры. Безусловно, как биотехнологии вы понимаете, что дальнейшее повышение температуры всегда может привести к ингибированию ферментов и уничтожению ее деятельности, а также уничтожению самой культуры. То есть оптимальная температура это от 20 до 35. Таким образом, Казахстан обладает огромными ресурсами для виноградарства и виноделия. Наибольшие часто используемые промышленные штаммы относятся к роду аскюргилус. Проведенные анализы полностью подтвердили эффективность использования ферментового препарата пектинол. Во всех проведенных экспериментах наблюдается увеличение количества выделенного ресвератрола почти в два раза по сравнению с контрольным опытом. А при использовании сорта Кабринье-Савиньон выход ресвератрола максимальный, что соответствует предварительно проведенным опытам по излечению ресвератрола из виноградных ягод различных сортов. На этом я заканчиваю. Здесь предложен список литературы. Спасибо за внимание. Здесь имеется моя электронная почва для обратной связи.